Поддержка программы «Особое мнение. Кировский кирпичный завод». Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надёжные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнёр на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM 13.09 в Кирове. Начинается программа «Особое мнение». В студии Анна Лапшина. Я приветствую наших слушателей и нашу гостью в студии. Алена Чеснокова, председатель Ассоциации защиты прав многодетных семей Кировской области и эксперта регионального штаба УНФ. Алена, добрый день. Добрый день. Я должна напомнить слушателям, что Алена не первый раз в нашей студии. Она приходила в программу «Дневной разворот». В особом мнении, насколько я понимаю, это дебют. Но, тем не менее, в принципе, ничего не меняется. Те же вопросы, те же темы, достаточно животрепещущие и интересующие горожан. Начнём мы, наверное, с вами с события, которое состоялось на прошлой неделе. Это презентация проекта «Что не так» в библиотеке имени Герцена. Вы были в числе общественников, которые задавали вопросы, в том числе и секретарю общественной палаты России Валерию Фадееву, и губернатору Игорю Васильеву. Но вопрос у меня первый будет немножко другой. Не конкретно по теме, которую вы просили поднять, а всё-таки о площадке самой. Вы, когда были на презентации проекта «Что не так», поняли, зачем он нужен или нет? Ну, честно говоря, не совсем понятно вообще, какой формат этой площадки, для чего он нужен. Потому что изначально, когда поднимались какие-то вопросы, которые непосредственно касаются нашу область, те же вотрепещущие вопросы, которые интересуют наших жителей, и достаточно мало отведено на это времени. И когда во второй части начались такие вопросы, что давайте мы предоставим слово гостям, и когда вот другой оппонент встал и сказал, так давайте мы будем поднимать те вопросы, которые непосредственно нас волнуют, на что получил ответ, это не встреча губернатора с жителями, это совсем другой формат. Какой формат, непонятно. То есть какая цель была для проведения такой площадки, для меня вот лично не совсем понятно, и думаю, что для многих общественников, которые там были, тоже не совсем понятно. У нас очень много всяких рабочих групп, всяких открытых площадок. Ну вот поговорили и разошлись. Вот для чего непосредственно то или другое мероприятие нужно было вообще, остаётся очень большой загадкой. Понятно. Ну я видела много возмущённых откликов в социальных сетях по этому поводу. И, наверное, всё-таки вот надо будет ещё раз пояснить, да, что это за площадка, как она будет работать, и я думаю, что мы представители общественной палаты Кировской области обязательно в студию пригласим и выслушаем. Насколько я понимаю, опять же, вот то, что состоялось на прошлой неделе в Герценке, это не совсем такая штатная уже работа площадки, да, это, ну, такое задело на будущее, что ли. То есть презентовали проект, собрали общественников, сказали, смотрите, вот что будет. Дальше будут собираться люди уже по конкретным темам и их обсуждать. Вы задавали свой вопрос. Вопрос ваш касался медицинского обслуживания, я так понимаю, в микрорайоне Чистые пруды. Ну это как пример. Ну это да, частный пример такой общей проблемы. Строится новый большой микрорайон и? И в нём отсутствует социальная инфраструктура. То есть если сейчас уже, ну не знаю, там из-за давления общественности или из-за постоянного вот этого тюканья по голове администрации, что где больницы, где школы, где садики, администрация начала там хотя бы какие-то шаги предпринимать в сторону образовательного процесса, то есть какие-то намётки есть на строительство школы либо садика в каком-то новом микрорайоне, то про медицину всё замалчивается. И получается, что строится огромный микрорайон, в который, по сути, в новый микрорайон заезжают, ну, в большинстве... 10 тысяч человек, 20 молодые семьи. В большинстве своём это молодые семьи, которые в дальнейшем будут рожать детей. И, надеюсь, там ни по одному, ни по два. Детское население и взрослое население там будет расти. За медицинской помощью, за первичной, им обратиться просто некуда. И как пример я приводила микрорайон Чистые пруды, где идёт огромное застройство. Да, я прошу прощения, вы живёте в микрорайоне или к вам просто люди обращаются? Нет, это люди обращаются непосредственно уже. Прошли, ну, можно сказать, все круги ада и писали в администрацию. Никто их не слышит, никто их не видит. И тут уже просто воспользовались случаем. И так как я туда пошла... У нас, конечно, очень много вопросов. Можно было на любой площадке говорить только мне, не прерываясь. Но этот вопрос стоит очень остро и касается застройки всех новых микрорайонов. Так, подождите, но в Чистых прудах ведь открывали поликлинику детскую, презентовали её, по-моему, достаточно широко. Это несколько кабинетов, они не могут обслужить весь тот объём, который сейчас там проживает. То есть там необходимо помещение примерно 800 тысяч квадратных метров, а там в среднем по 100, 100 с небольшим. И сейчас вот идут переговоры, что застройщик им предлагает помещение в 130 квадратных метров. Но оно в жилом доме стоит таким образом, что, ну, как сказать, вот как книжка. То есть вот оно стоит таким углом на углу дома. И вот где у книжки вот этого корешок, вот этот, да, это несущая стена. То есть там не сделает ни дверь, ни проход. То есть, соответственно, если детский центр берёт в аренду, потому что застройщик не даёт выкупать эти здания, он даёт только в аренду. Если они берут в аренду, это нужно вот у этой вот книжки строить, делать два выхода. То есть, соответственно, с одной стороны и с другой 130 квадратных метров — это 2-3 кабинета. То есть там не будет ни функциональной диагностики, ни администрации, которая может на месте решить какие-то вопросы. Это получится, что из одной вот этой части, ну, там, мама с ребёнком скажет, должна одеться, перебежать в другую вот эту часть, там, к какому-то другому врачу, если их там, например, несколько. И другой вопрос ещё, что это помещение, оно не предназначено для поликлиники, там стеклянные окна от и до. То есть получается аквариум, а ведь там дети и раздеваются. Шторы повесят? Ну, шторы, не знаю. То есть всё равно там нужно будет делать что-то такое. Ведь окна, сами понимаете, что где-то тут малейшая задула, а дети-то в больницу здоровую тоже не ходят особо. Елена, а вы с застройщиком, может быть, ваша ассоциация каким-то образом переговоры вела или нет? Не, с застройщиком я конкретно не вела переговоры, но с ними ведут переговоры о город и область, и детский консультационный центр. То есть выставляют такие суммы под аренду, когда, в принципе, в центре города можно снять неплохое помещение, а там новый микрорайон. Я прошу прощения, а про суммы кто рассказывал? То есть вот на уровне города вам об этом говорили? Или это какие-то такие разговоры? Нет, это фиксировано из достоверных источников, потому что я еще являюсь членом рабочей группы при детском консультационном центре, и мы эти цифры обсуждали на очередной рабочей группе. Давайте цифру-то назовем, хотя бы порядок. Порядок, значит, вот это новое помещение, это 550 рублей квадратный метр предлагают. 130. 130 квадратов. На Некрасово, тоже арендованное здание детской поликлиники, там за месяц платят 110 тысяч аренды. То есть вот за год эти два помещения, два с лишним миллиона съедают. Это деньги, которые оплачивает ФОМС, при этом эти деньги могли пойти на новое оборудование, на расходники, которых у нас постоянно не хватает. Там, в конце концов, не знаю, как относится это к зарплатам ФОМС, но это статья или нет, но деньги можно всегда найти, куда потратить. Но не на аренду. То есть если город, он говорит, что он может определенную сумму, вот он 6 миллионов, может дать на выкуп там какого-то помещения, а подрядчик, застройщик, он просто на это не идет. Как так? Он не продает. Есть вот это помещение, которое 130 квадратов, оно на Мостовицкой. Так? Не помню сколько. Номер дома. Не помню сколько. На улице Мостовицкой. Есть хорошее помещение, которое, в принципе, бы устраивало. Оно 700 квадратных метров, то есть там можно взять полноценную поликлинику и с администрацией, и с функционалом, и со всем. Но застройщик предпочитает отдать магазину пятерочка, когда такой же точно магазин в соседнем доме. То есть приоритеты поставлены немножко, я думаю, неправильно, даже со стороны застройщика. В общем, застройщикам надо работать. Застройщикам надо работать. И, может быть, включать уже какой-то административный ресурс. И, ну, по сути, ведь застройщик, он когда покупает землю, ему же можно сразу какие-то условия ставить, что мы тебе продаем, но вот на таких условиях. Чтобы он сразу думал. И для застройщика же это будет выгоднее, когда семья поедет в микрорайон, где есть и школа, и садик, и поликлиника. То есть они и в цену квартиры наверняка смогут там что-то включить, и семья с большей вероятностью купит там, где есть социальная инфраструктура, чем где ее вообще нет. Особенно учитывая, что на рынке сейчас, на рынке недвижимости, да, затишки. Да, очень, да. Алена Чеснокова, председатель Ассоциации защиты прав многодетных семей Кировской области в нашей студии. Сделаем небольшой перерыв и вернемся. Особое мнение на 101FM. Мы продолжаем. Алена Чеснокова, председатель Ассоциации защиты прав многодетных семей Кировской области, эксперт регионального штаба НЭФ в нашей студии. Да, остановились мы на теме оснащенности, да, инфраструктуры и социальной новых микрорайонов. Скажите, вот та тема по чистым прудам, которую вы приводили в пример, да, это вот такой прям очень яркий случай или это рядовой штатный? То есть другими микрорайонами каким-то образом вы занимаетесь? Жалобы есть или из чистых прудов больше всего? Из чистых прудов больше всего. Потому что там уже сейчас в конкретный момент там живет уже достаточно большое количество людей. А там, где вот сейчас еще не такая большая глобальная застройка, где еще не выкуплено много квартир, все-таки там немножко полегче. А здесь-то получается вообще отдельный микрорайон. И пока вот туда же и скорая помощь не может вовремя доехать, потому что пока не построен путепровод, там же пробки страшные, оттуда никто выехать и заехать не может. Ну вы говорили о том, что нужна и станция, и подстанция скорой помощи там же в микрорайоне, да? Да, ну хотя бы, если они не могут сделать там вот такое помещение глобальное, по крайней мере должны быть ФОПы, потому что люди... ФОПы? ФОПы, да. Потому что люди, ну что дети, что взрослые, они должны, вот по моему мнению, и учиться, и лечиться рядом с домом. На вот как раз на рабочем столе, вот на этом что не так, сказали нет. Во всех крупных городах, наоборот, в центр города там строят большие крупные центры, туда все съезжаются. Да, за какой-то определенной помощью, я согласна, может быть, там не нужно в каждом прям микрорайоне. Но за первичной помощью она должна быть в любом. И чем, в принципе, их больше, тем лучше. У нас аптеки в каждом дворе, в каждом доме практически, а больниц нет. То есть человек, ну вот так получилось, не каждый может выехать вот оттуда, стоя в пробках с ребенком с температурой там или еще с какими-то болями. То есть или ждать скорую, но ситуации тоже бывают разные, и приступы там, и все остальное. То есть, а если бы тут непосредственно была какая-то первичная помощь, там, ну скажем, в соседнем доме там или через два дома, ты до нее даже послал кого-нибудь, чтобы, ну пожалуйста, прибегите сейчас, надо просто человечнее относиться, наверное, друг к другу. Ну, честно говоря, не знаю, как решится эта проблема, потому что власти, конечно, декларируют, что с застройщиками ведется договоренность. Вот только что был в этой студии Илья Шульгин. И задавали ему вопрос по поводу 24-й школы и уже компании ССК, Аникиров спецмонтаж, да, по поводу выкупа участка под школу в Слободе-Шевеле. И это овраг рядом со СКОЖем, да, и вроде бы идет застройщик навстречу. Я не знаю, каким образом можно договариваться, но вот видите, так получается, что не везде. Да, не везде. И нужно, наверное, все равно договариваться на бумажке, а не так, что мы посидели и договорились, вышли и забыли. Ну, понятно, да, не просто декларировать, а, конечно, документально подтверждать. Алена Чеснокова, председатель Ассоциации защиты прав многодетных семейки в Кировской области у нас в студии, я напоминаю. Вот, и очередная тема, которую хотели бы обсудить. Активисты УНФ проверили состояние школ в Кировской области. Новость, размещенная на сайте Общероссийского народного фронта, нашего регионального штаба. Семь школ. Шесть из них в Кирове, одна в Слободском. А что смотрели и зачем? Смотрели безопасность наших детей. В школе или рядом? В школе и рядом. То есть как чужой человек может ли проникнуть в школу, может ли проникнуть на территорию школы. И все-таки к безопасности, наверное, относится и состояние вокруг школы, доступность вот этого всего. И получается, что с развитием, например, спорта, как вот везде, спорт-спорт-спорт, у нас у многих школ даже площадок нет. Спортивных? Спортивных площадок, да. Не говоря уже о каких-то там... Более насыщенных. Есть, конечно, школы, которые за свой счет, может быть, поставили где-нибудь один турник, но это же не решает проблемы всей. Потом у нас очень много проходов параллельных, то есть можно с нескольких сторон зайти на территорию школы. Есть большие территории, где не видно, так скажем, находясь в одном углу, не видно, что делается в другом. Нигде, понятно, никаких камер нет. Естественно, все прекрасно понимаем, что все упирается в бюджетирование, что денег нет на все на это, что родители во многих случаях, что в садиках, что в школах, они участвуют, так скажем, в софинансировании каких-то проектов, на что-то там сдают деньги. Но, тем не менее, если школы по программе в свое время поставили, по крайней мере, хотя бы турникеты, то в садиках-то этого нет. И в садиках тоже есть своя специфика по отношению к школам. Если касаться непосредственно школ, то там, наверное, все-таки получше с проникновением в школу, потому что это один, ну максимум два входа в школу, то есть один, ну практически всегда закрыт, есть основной вход. Там сидит, если не охранник, то какая-нибудь бабушка, которая еще круче охранника, никого не пропустит, и всех запишет, и не пройти, не проехать. Но, тем не менее, все равно, даже в тех школах, где стоят камеры, вся территория не охватывается, то есть не видно, и может пройти кто угодно. Простите, пожалуйста, я правильно вас поняла? Вы считаете, что на территорию школы посторонние люди не должны попадать? Ну то есть дети, родители, максимум там встречающие какие-то, а обычные прохожие и нет? Нет, ну вот что называется, если, например, это вечернее время, и у нас же как привыкли, у нас гуляют с собаками там, то есть это место вообще-то не для выгула собак, то есть если дети в выходной день там или как-то с родителями хотят, вот у меня, например, дети младшие ходят в 47-ю школу, там большая территория, то есть мы зимой можем там выйти, на лыжах погулять, ну в этом ничего такого... Где есть пришкольные стигуры? Да, ничего в этом криминального нет. Но когда вечером дядька в черной куртке ходит и там непонятно как-то так засматривается на детей, при этом если детей не встречают родители, посмотрите сами даже вот этот ребенок пропал, не дошел из школы, там ребенок пропал, не дошел из школы. Да, они находятся, но тут они ушли туда-то, там они ушли туда-то, и когда приходишь в школу, говорят, ну вот во сколько он ушел? А такой информации нет. А выход-то какой? То есть закрыть вообще, ну вот не знаю, закрывать ворота вечером, поставить туда охранника? По крайней мере, на всей территории вот этой школы, наверное, нужно сделать все-таки какие-то камеры, чтобы если, мало ли, если с ней что-то случилось, можно было следить по камерам. Вот он, вот на территории, вот куда он, в какую сторону пошел, в какое время это было. Также безопасность в школах, ну, конечно, это не очень к безопасности относится, но если в школьных туалетах нет дверок у туалетов, это, ну, очень как-то так нехорошо, так скажем. Но это уже другое, это уже все-таки больше там какие-то, не знаю, этические вещи. Ну, этические вещи, но это и стрессовая ситуация, в том числе и для ребенка, если он там, например, хочет. С одной стороны, администрация школы говорит, мы должны за ними наблюдать. Эту проблему тоже показала вот ваша инспекция. Если там кому-то будет в школе плохо, ну, извините меня, если будет в туалете кому-то плохо, там эти дверцы можно вот щелбаном открыть. Но почему не сделать самую маленькую элементарную задвижку, чтобы ребенок себя не чувствовал вот так вот, как в аквариуме. На всеобщем обозрении. Да, приходите и смотрите. Алёна, скажите, пожалуйста, как администрация школы реагировала на ваши визиты? Ну, в городе, в принципе, нормально. Ну, шли на... Пожалуйста, смотрите. Пожалуйста, смотрите. Дальше проблемы, которые вы фиксировали. Они как-то вносили их куда-то там? Ну, все вот эти недочеты были сформированы и отправлены в Министерство образования. Пока ответа нет. Областное? Городское. Городское. Пока ответа нет. В Слободском администрация уперлась. Нет, не пустим. То есть вас не пустили? Или вы зашли все-таки? Ну, так, скажем, у дверей потолкались. У дверей школы? Школы. То есть территорию вы все-таки видели? Нет, на территорию-то, в принципе, ну, когда день и видно, никакой проблемы нет. А вот когда уже вечер, то есть там должно как-то закрываться. А ведь вечернее время не у всех школ закрываются выходы. Там у некоторых даже и калиток-то нет. Мало того, я вам скажу, что местные жители, которые рядом со школами живут, они не всегда за то, чтобы территория школы закрывалась. Потому что если есть, например, школьный стадион, да, люди вечерами часто бывает, что и бегают на этом стадионе. Не обязательно с собаками. Нет, я про это и говорю, что если там, ну, какими-то нормальными-то делами заниматься, но если была камера, и если было какое-то там противонарушение, это можно было бы отследить по камере. То есть, мне кажется, даже не было бы столько поломок там инвентаря какого-то там или из цветов не вырывали. И не выкапывали. Да, и не выкапывали. Если бы люди знали, что, товарищ, мы тебя видим. То есть, тут, в принципе, у школы не все так плохо. А у садиков, говорю, другая специфика, потому что там по СанПинам практически из каждой младшей группы должен быть выход. Отдельный? Отдельный, да. То есть, если новые садики, они немножко по-другому устроены. Ален, я прошу прощения, у нас реклама сейчас 2 минуты. Мы вернемся и про садики договорим. Особое мнение на 101FM Алена Чеснокова, председатель Ассоциации защиты прав многолетных семей Кировской области в нашей студии. Она же эксперт регионального штаба УНФ по вопросам семьи, детства и защиты, и безопасности. Мы остановились на безопасности территории детских садиков. Мониторинг провело Кировское отделение УНФ. Как раз буквально вчера появилась эта новость. Проблема детских садиков, в отличие от школ, в том, что много выходов. Много выходов, да. Потому что есть определенные СанПины. То есть, у младших групп должен быть отдельный выход. У старших можно объединять в один, но не более чем на 4 группы. То есть, если в новых детских садиках их больших садиков нет, можно сказать, 4 группы во всем садике, грубо говоря, то старые садики, они большие. Выходов у них очень много. И, по большому счету, они располагаются таким образом, что здание стоит в центре, а все вокруг вот эта территория. И она, опять же, никем не просматривается. И один сторож там или кто-то, он просто не в состоянии справиться с этой ситуацией. Он просто не будет вот так кругами ходить круглосуточно и смотреть, кто там, что там. И ведь очень большие проблемы с тем, что у садиков очень много выходов в заборах, так скажем. Из территории. Из территории. Потому что, опять же, помещение в середине, а люди идут там с разных сторон. Им же там неудобно все это обходить. Ужасно неудобно. Я не шучу сейчас, да. Да. И заходят с разных сторон. Ну, в некоторых садиках, конечно, придраться не к чему. Ну, как сказать, придраться не к чему. Придраться всегда есть к чему. Заборчики, конечно, наши наладом дышат. Вот, все это наше вот это же такое старенькое. И когда этот заборчик можно перешагнуть, грубо говоря, и ладно сейчас холодно, зима, а летом вся вот эта молодежь, которая непрекаянная, которой деться просто некуда из-за того, что у нас опять же нет ничего бесплатного и просто некуда себя деть. Они будут сидеть в этих садиках, они будут там гадить. На территории садика. На территорию, да, на территории садика. И опять же, был бы решен вопрос, если бы было вот это вот видеонаблюдение, да. Либо оно было бы подключено непосредственно к этому сторожу, который один в этом садике сидит. Может быть, сразу уже на пульт там... Ален, вот смотрите, какая история. У нас буквально, вот тему мы подняли, буквально у нас час назад был звонок от слушателя в рамках эфира, значит, с главой администрации Кирова Ильёй Шульгиным. Слушатель представился представителем фирмы, которая как раз устанавливает видеонаблюдение на территории детских садов. Я так понимаю, что камеры они устанавливают бесплатно, но в дальнейшем вот за саму работу этих камер, за наблюдение, за обслуживание взимается абонентская плата. Если я верно поняла Ильёй Шульгина, дополнительных каких-то там расходов на родителей город возложить не может. Каким образом будет решаться этот вопрос? Готовы ли... Понятно же, что не все родители готовы доплачивать. Не все. Вот куда деваться-то? Не все. Бюджет не может себе позволить оплачивать абонентскую плату. Но смотрите, мы платим деньги, так скажем, за посещение наших детей. Одна часть, которая возмещается, вот это возмещение 20, 50, 70 процентов, она идет не от всей суммы, которую мы платим, а только от ее части. А вторая вот эта вот часть оставшаяся, она включает в себя вот эту работу бухгалтерии. По сути, почему я должна оплачивать работу бухгалтерии? За то, что они мне квитанцию эти напечатали? Так мне это не надо. Сделайте мне личный кабинет, сделайте мне туда сумму, я прямо напрямую заплачу. В принципе, меня тоже обязывают оплачивать то, что, собственно, мне не нужно конкретно родителю. То есть работу бухгалтера я не должна оплачивать. Но оплачиваете. Но оплачиваю. Хотя и против. Да. Так, хорошо, еще по детским садикам, возвращаясь просто к этой теме и к теме выходов из детских садиков, чтобы каким-то образом все-таки уже подытожить. Я так понимаю, что исправить ситуацию нельзя. То есть есть нормативы, по которым в больших садиках должно быть несколько выходов. Да. Есть нормативы, но опять же, как сказал Илья Шульгин, денег нет. Денег нет. Да. То есть тут бы все решилось непосредственно просмотром этих камер. То есть человек сидит, у него вся эта территория просматривается, он видит, ага, сюда полезли, там кто-то непонятно, кто ходит. Ну понятно, в детском садике всегда родители забирают. Конечно. Но, по крайней мере, вечером, когда уже все закрыто и даже калитки закрыты, ведь садик-то закрывается, там не бывает открытого пространства. То, когда кто-то лезет через забор, тут-то уже должен звоночек-то сразу либо там, либо уже сразу в милицию, ну в полицию. Полиция приезжает, там кто-то такой что-то сюда полез. Я, честно говоря, не помню из новостей таких случаев, что полиция куда-то выезжала на территорию детских садиков и пресекала там право нарушения. Потому что они об этом и не знают. И даже сторож, который сидит вот так вот и ночью, ты пойдешь смотреть там, когда орава парней, подростков, которые там выше этого сторожа и сильнее намного. Ну понятно. Понятно, он не полезет там с ними. Сторожами не бывшие ВДВшники. Да, он и не полезет с ними спорить и ругаться. Но потом, опять же, придется родителям исправлять их вот гадство. Так, по мониторингу детских садов тоже была какая-то резолюция? Или она готовится сейчас? Она готовится, да, она готовится и тоже, скорее всего, будет также в город отправлена, потому что это одно министерство. По пунктам вашей резолюции ответы вам обещают дать в какие сроки или должны дать в какие сроки? Месяц у вас на ответ, вы ждете его, да? Хорошо, после этого посмотрим, да? Что ответят? Всегда же можно свое отношение поставить, зайти на сайт naracnk.ru и там оставить свое мнение. Там есть все школы, все садики. Пожалуйста, люди, не молчите. Это кировский сайт или федеральный? Это федеральный сайт. Можно выбрать школу, можно выбрать садик. Все можно выбрать, все можно поставить. И вот еще раз говорю, люди, не молчите. Алена, по вашему опыту, вы жалобы писали там, на этом сайте? Я нет. Потому что я немножко... Все понятно, вы в режиме реального времени решаете. Так. Потому что ждать, когда там на меня кто-то обратит внимание на сайте... Вот просто интересно, сколько ждать приходится. А там немножко другой механизм. Там оставляешь свою оценку, и там ставится оценка, которую, ну так скажем, дала себе администрация. И потом смотрят, администрация тут дала себе пять, а народ ставит им два. Вот, значит, народный фронт уезжает, и все эти косяки смотрит, и работает уже с министерством. Так. И что может быть руководителю образовательного учреждения? Да это не руководитель образовательного учреждения виноват. А кто? Это общая проблема, и порой заведующая тут не в силах вообще что-то сделать. Это опять же, нет денег, но вы держитесь. Понятно. То есть это надо подходить глобально, это не в одном садике проблема такая. Это практически во всех. То есть это не какая-то конкретно заведующая здесь плохая, а вот там хорошая. Это все нужно решать, организовать рабочие столы, искать какие-то камни преткновения, искать выходы из сложившейся ситуации, искать... Понятно, что на 100% никто никогда ничего не сделает, как бы мы этого не хотели. Но, по крайней мере, двигаться в эту сторону мы всегда можем. Ну, в общем, как минимум две темы мы обозначили уже для будущего стола в рамках проекта, что не так. Не очень много времени у нас остается. Ален, спрошу вас все-таки. Насколько я помню, у УНФ Кировской области был проект по безопасности детских площадок вообще. В прошлом году, кажется, он начинался. Выезжали вот тоже с инспекциями, замеряли там, я не знаю, ячейки в сетках, гвозди какие-то и прочее, прочее, прочее. Чем закончился этот проект? Потому что тогда говорилось, что тоже будут переданы и резолюции, и все вот эти проблемные точки описаны и зафиксированы. Ну, пока вот я никаких результатов я не могу сказать. Так. Ничего пока не сделано. Ну, у нас же, как обычно, все ушли в зимнюю спячку. Весной мы опять расцветем, выплывем. На площадке детские. Да, будем опять, значит, вот ездить по площадкам те, которые уже были обозначены, что там было сделано. Жалобы, они идут в городскую администрацию, в теруправление застройщику кому? Скорее всего, главе администрации. Все-таки на главу администрации. Потому что это пишу не я, это все-таки занимается уже. Я только говорю, что вот это. Да, то есть вы видите, фиксируете, дальше документы оформляют другие люди. Хорошо, еще буквально две минутки у нас. Хотела вас спросить по поводу новых мер поддержки для семей с детьми, поскольку вы руководите Ассоциацией защиты прав многодетных семей. Как вы думаете, насколько они будут действенными? То есть вот эта ипотека под 6%, о которой уже говорится, и которую в том числе уже начинают выдавать и в Кирове. У нас еще ее не начинают выдавать, потому что у нас еще все-таки банки не готовы к этой программе. А сообщалось, что уже все, уже аккредитовали. Они есть, но они пока еще не знают всего этого механизма. И обещали в конце февраля начать, но вот конец февраля пока, насколько я знаю, еще не начали. Потом, ну как сказать, опять многодетные в пролете, мы не пользуемся никакими этими льготами. Все это, конечно, очень условно. И деньги это очень хорошо, когда там государство заботится и дает какие-то материальные поддержки, это хорошо. Но все-таки нужна не денежная поддержка, нужна именно уверенность в завтрашнем дне. Нужно знать, что государство о тебе заботится, что ты сегодня родил ребенка. Вот в полтора года у первородок закончится вот это пособие. И если у них не будет садиков, что это изменит? Куда они ребенка этого денут? Ну вот смотрите, давайте по вашей оценке, прямо вот по этой теме. Игорь Васильев, насколько я помню, не так давно сообщал о том, что со следующего года в детских садах Кирова будет, по-моему, 400 ясельных мест. 400 ясельных мест для Кирова. Какие 400 ясельных мест, если у нас еще даже все дети трехгодовалого возраста не пристроены в садики? Какие могут быть ясельные места? Вы думаете, нереально? Это нереально. Пока они не построят достаточное количество детских садов, какие ясельные группы. Ясельные группы, скорее всего, вот по моим таким тонким подсчетам, могут появиться как раз вот кировская программа для порождения второго ребенка, где при непредоставлении детского сада вот 5 тысяч должны платить. Я так думаю, что эти 5 тысяч никто не получит. Потому что как раз сейчас идет спад рождаемости, и те дети, которые через полтора года должны бы пойти в садик, они получат эти места. А потому что мест здесь больше. Да, они освободятся, потому что спад рождаемости сейчас идет. Они пойдут в эти детские сады, и если освободятся какие-то дополнительные, в связи с тем, что строятся новые детские сады, освободятся. Но про 400 мест я бы не говорила. Нереально. Нереально. Хорошо, но 400 мест для Кирова решит проблему? Да нет, конечно, не решит. Конечно, не решит. Этого мало? Конечно, мало. Алена, ну вот вы как мама многодетная, все-таки ребенка в полтора года можно вообще в садик отдавать или нет? Ну, в полтора может быть рано, но в два года я считаю, что нужно. Потому что, судя по моим детям, в два года ребенок очень все схватывает, ему нравится новое общение, ему интересно вот это. А в три года он начинает гоняться за родителями. Мама, куда ты пошла? Мама не может сходить там, извиняюсь, ни в туалет, никуда. И вот он ходит по пятам. А если бы он в два года пошел в садик, он уже бы пристроился. Он бы переболел с этими болячками, которые в детском саду дети получают. В общем, в садике не с двух лет, а с трех. Ну, не с трех, но с двух. Не с трех, а с двух, наоборот. С двух, да, с двух. Алена Чеснокова, председатель Ассоциации защиты прав многодетных семей Кировской области, эксперт регионального штаба ОНФ, была в нашей студии в программе «Особое мнение». На этом мы с вами прощаемся. Не успели все обсудить, что планировали, но думаю, что еще встретимся. Спасибо. Всего доброго. Особое мнение на 101FM